Огромное количество тенденций, которые обуславливаются вот этим соотношением интересов и ценностей, они будут, безусловно, воспроизведены в худшем варианте у нас. Безусловно, я сегодня смотрел утром BBC, крутил педаль, под BBC Hard Talk утром выступает лидер консерваторов. И знаете, что он говорит? Мы пересматриваем свое членство в Европейском суде по правам человека, и вообще в этой харте по правам человека, нам не нравится. Либо мы выйдем оттуда, либо мы посмотрим, как мы сможем применить общие европейские принципы прав человека на нашу английскую почву. Как вы думаете, нам Европейский суд по правам человека больше всего неприятности доставляет? Как только Англия это сделает, уверяю, следующий шаг будет у нас. Мы либо приостановим, либо выйдем, либо адаптируем к себе. Не означает ли это, что россиянам уже пора бежать сейчас в свои здесь банки и свои вклады-то поскорее изымать, пока не решили и здесь по 10% сиквестировать. Но у нас положение не такое, как на Кипре. У нас намного лучше всего. Лучше, конечно. Ну что вы? И сказать в эфире пора бежать. Вы провокатор, Марин. Вы что? Ни в коем случае. Я спрашиваю. Я спрашиваю вас как специалиста. Нет. У нас хорошие резервы. У нас достаточно консервативная политика проводится в последнее время. Я не вижу никаких, мне кажется. Нет, просто если вы говорите, что они способны потом воспроизвести в худшем виде. Учиться тогда, когда, знаете, где самые красивые женщины? Там, где прижмёт. Когда проводят такую политику? Когда прижмёт? Прижмёт. Сейчас не прижало ни с какого боку, и вы видите всю нашу политику. Она, это политика людей, у которых столько денег, у руководителей, которые в состоянии любую брешь коррупции, любую брешь несовершенства управления покрыть, залатать, наполнить деньгами. То есть какое-то время у россиян ещё есть. Да, но тенденция, она всеобъемлюще плоха. Я вот в последнее время начал обращать внимание на систематически повторяющиеся сообщения о том, что в результате того, что кто-то плохо построил дом, Следственный комитет возбуждает дело. Упало что-то, Следственный комитет или прокуратура возбуждает дело. И я вижу, как постепенно правовые отношения хозяйствующих субъектов замещаются деятельностью правоохранительных органов. То есть вместо того, чтобы развивать экономические отношения договорные, я заключаю с вами договор на строительство дома. У нас есть страховая компания, которая заключит соглашение страхующие риски. Она проверяет качество. Потом, если дом не того качества, страховая компания компенсирует мне или вам, в зависимости от стороны договора, избытки. У нас этих не существует людей. У нас сразу появляются прокурорские, которые говорят, не та цена, не тот материал, не то. Это напоминает 28-й год, по-моему, когда Сталин видел, что не было урожая в Европе, поехал в Сибирь, пришёл к мужикам и говорит, у вас же зерно есть? Есть. Отдайте. Не отдадим. Почему не отдадите? А потому что вы товар давайте от промышленности. А товара от промышленности нет, потому что НЭП начали долбать. Началась индустриализация. Он приехал в Москву, огорчился, долго думал, а потом сказал, какая-то у нас там статья есть, уголовный кодекс за саботаж. Типа 107-я статья. А давайте мы вот этого мужика, который не хочет отдать зерно в обмен на продукцию промышленности, посадим как саботажника. И вот эта система ГУЛАГа фактически началась с того, что вместо экономических отношений начали использовать уголовные, уголовно-процессуальные и прочие отношения. Вот сейчас количество вовлеченности прокурорских и прочих спецслужб в отношении хозяйствующих объектов слишком высоко, чтобы говорить, что тенденция нормальная. Вы, кстати, там дома упомянули, недвижимость, стало быть. Тут у нас налог на недвижимость могут ввести в России с 1 января 2014 года, пока в пилотном порядке. Как вам идея? Хорошая идея, при одном условии, что они знают, как этот налог использовать, потому что я уже говорил, по-моему, в прошлой даже передаче здесь, что проблема России не в отсутствии денег в бюджете, а проблема России в том, главная управленческая проблема, что значительную часть бюджетных денег разворовывают. Поэтому вместо того, чтобы навести порядок... На Кипр, на Кипр, в офшоры. Я имею в виду при исполнении бюджета всех уровней. Это здесь деньги находятся. Так вот, у вас есть 20 рублей, из 20 4 рубля я украл, у вас 6, вы говорите, слушай, ну мне же нужно... нет, сколько у нас? Из 20 я украл 40%, это будет 8 рублей украл, у вас 12. Вам не хватает все-таки достроить же надо, вы говорите, а давайте мы налог введем. Давайте введем. У вас будет 30, если вы будете позволять воровать, вам никогда не хватит денег. Поэтому проблема не в отсутствии денег, а то, что вы с меня соберете, а то, что вы позволите их разворовать. Про продажного судью и голос, похожий на Рамзана Кадырова, это произнес. И более того, сам Рамзан Кадыров в Твиттере сказал, что это был он. И ничего. А как вообще поступать-то? Пока ничего, но я слышал, что собираются обсудить это и соответствующим образом запретить 5 игр. Ну, футболисты так быстро не действуют, в том числе и политическое решение. Но первая реакция официальных властей и судейские очень сильно огорчились, потому что судья вообще неприкосновенная каста. Перед судью это не извинились ведь? Что на 5? Да ну, с извинением вы вообще сказали, что это специально. Перед всеми извиняемся, но только не перед судьями. Меня это не удивляет. Вопрос в другом, что надо подождать, и санкции могут быть до запрета на проведение 5 матчей Терека на своем поле. Поэтому надо подождать. Просто в одни сутки никто у нас не принимает решение. А вот вы сказали, что это в том числе и политическое решение. Это в каком смысле? В самом прямом, потому что у нас Чечня не такой обычный регион, и футбол там больше, чем футбол. Это политика, это притяжение людей к нормальным формам проведения досуга. То есть это мы прямо вот так с вами и признаем, что особый регион, и футбол там особый. А вы что-то, для вас что-то новое, когда вы так говорите, мы прямо признаем. Это не особый регион, точнее. Вот так вы говорите, мы признаем. Мы сегодня признали или всегда признаем. Смотрите, одно дело это как-то там говорить между собой, ну, вроде бы особый. А с другой стороны, вот так вот взять и публично это признать, просто потому, что вот это произошло на наших глазах, и ничего не произошло в результате. Нет, вы говорите, не произошло, вы как бы не слышите меня. Я вам говорю, оно не могло так быстро произойти. Нет прецедентов в истории принятия решений в российском футболе, которые бы принимались вот так, как вы хотите. Вчера вечером произошел инцидент, а сегодня вы хотите решения официальных футбольных властей. Такого не бывает ни у нас, ни в Европейском Союзе, ни в Мировой футбольной ассоциации. Такого не бывает. Создаётся комитет, рассматривает факты, приглашает участников, потом заседает и выносит. На это уходит процедура, время. Поэтому то, что вы говорите, ничего не происходит, это и не должно было произойти. А вы думаете, произойдёт? Вот теперь я спрашиваю. Вот вы сказали про там запрет на пять матчей, допустим, и всё, а, скажем, человек, который это произнёс, он должен быть найден, расследован и принуждён к извинениям? Ну, у нас нет такой формы наказания, принуждения к извинению, у нас только принуждения к миру. Ну, или наказание за то, что не извинился. Если вы говорите, что судья не прикосновениями. Я далека от мира футбола, сразу скажу. Нет, вы это хотите не по футбольным делам. В футбольных властей нет инструментов принудить. Есть судебные вещи. Если судья почувствует себя оскорблённым настолько, что он не продажная, как там сказали, судья продажная, не продажная, обращается в суд, а после того, как Кадыров признаёт, что это он сказал, то тогда будет обычная судебная процедура. Мы посмотрим, насколько судебная система у нас позволяет какие-то вещи говорить. Каждый такой конфликт, он позволяет получать более точное представление о пространстве наших прав. Потому что обычно наши права, если вы в оппозиции к режиму, они более чётко определены. Когда власть делает заявление, или вот мы сегодня не говорили, там Исаев в Твиттере называет. Это мы сейчас ещё поговорим. Нет, я в принципе говорю, что это одного поля вещи. Вот если идёт судебная процедура, и суд постановляет, например, можно писать в Твиттере, что там кто-то мелкие, кто-то пакостники или кто-то такие. Боюсь даже повторять, твари. Твари. А кто-то говорит, а можно говорить, судья продажная. Это его оценочное суждение. Вы знаете, как журналисты часто всего... На весь этот идён через микрофон. Да, оценочное суждение. И суд постановит. Тогда это решение. Но тут риск есть, что как только вы кому-то, кто связан с властью, позволяете такие вещи, то не удивляйтесь, что они связаны с властью. Тогда будут прикрываться этим судебным решением в борьбе за свои уже интересы. Поэтому я могу вам сказать, у футбольных властей принудить Рамзана Кадырова прав нет, извиниться. Если судья захочет опровергнуть, что он продажная, то посмотрим. А как вам кажется, есть человек в России, который может на это сказать Кадырову, что он не прав? Откадайтесь. Как вы думаете, есть ли человек в России? Один? Ну, хотя бы один. Ну, хотя бы один. Ну, один-то есть? Ну, вы знаете, мое наблюдение за поведением этого одного человека показывает, что без лишней нужды он не вмешивается. У нас тип отношений в элитах в последнее время такой, что он всех выслушивает, он все знает, ему это интересно, но он не вмешивается. Ну, и у него проблемы, мне кажется, еще есть посерьезнее. У него проблемы с правительством. С правительством? С работой, да. С Госдумой, очевидно. Нет? Есть. Вот, ну, раз уж мы упомянули вот этот твиттер-скандал, да, с Андреем Исаевым, здесь многие спрашивают ваше мнение об этой истории, вот что все-таки, на ваш взгляд, это такое его запись в твиттере, угроза или не угроза в адрес журналистов, учитывая то, что там уже есть последствия, то есть Павел Гусев потребовал от Генпрокуратуры возбудить дело, а сегодня Общественная палата назвала неэтичной публикацией в московском комсомольце. Вот, вот ваш взгляд на проблему. Ну, вот я тоже сторонник того, чтобы они дошли к прокуратуре, до суда и определили, потому что мы тогда будем знать, можно ли вот так высказываться, потому что я сам по стилистике, я не признаю, я считаю, что вот таких грубых форм, я считаю, что можно свою мысль очень убедительно для своих сторонников. Ты же говоришь со своими сторонниками, люди, которые меня слушают, а я узнаю об этом периодически, приезжаю в какой-то город, а мне говорят, вы знаете, а мы вас всегда слушаем по понедельникам. Это спокойные, интеллигентные люди, я знаю, что я свою точку зрения вменяемо и убедительно могу, не повышая голоса, донести. А есть сторонники, скорее всего, которые возбуждаются на вот такой укрик. А поскольку ненависть является, к сожалению, сейчас более публичной, чем в другие времена, когда не было социальных сетей, то многие люди компенсируют многие свои комплексы за счёт изливания вот этой ненависти. Поэтому я считаю, что политическая ошибка для одного из руководителей правящей партии делать такие заявления. Политическое, это не то, что там. Он в суде может доказать, что он имел право тоже на своё оценочное осуждение. Тем более он докажет, я смотрел его. Я думаю, что это не эта проблема. Вопрос же политики. И я вижу, что мы, к сожалению, как страна, деградируем стремительно и неуклонно по критериям современного государства. Но Россия, как современное государство, страна должна обладать определёнными чертами этого современного государства. И вот одна из черт современного государства – это цивилизованный характер дискуссии оппонирующих сил. И сейчас мы посмотрим, если будет всеобщая поддержка позиции Исаева, то это может означать, что это даже не оговорка, а что, будучи одним из руководителей ведущей политической силы, он хочет повернуть отношения в стране в сторону фиксации непримиримой ненависти одной части электората против другой части, против вот этих вот тварей. Вот смотрите, это какой-то интересный момент, тем более, что вы сами упомянули правительство, и наш слушатель обратил внимание. В «Единой России» скандал за скандалом, а их руководитель Дмитрий Медведев молчит как рыба. Правильно ли, что руководитель партии в этой ситуации отмалчивается? Или это поддержка? Нет, мне кажется, что это позиция у Медведева-то осмысленная, но это лишний раз говорит об искусственности конструкцию, которую создали. Потому что теоретически вот все реформаторские силы должны были только мечтать, чтобы премьер-министром стал человек, который написал статью «Россия вперед», и мы видели его взгляды на нынешнее состояние России и куда ей надо двигаться. И он же является лидером ведущей политической силы. То есть Медведеву сейчас теоретически ничто не должно мешать просто, вот я не знаю, вывести нас, Россию, вперед с неминными шагами. А Россия не движется вперед. А будучи лидером партии, отмалчиваться в таких ситуациях, это говорит о том, что, может быть, он и не совсем чувствует себя лидером партии, который может одернуть людей и привести их, потому что тогда как бы сдернет какой-нибудь баланс. Они скажут, а давайте откроем внутрипартийную дискуссию. Нужен ли нам такой лидер партии, который не переверживается наших консервативных ценностей? Чуть меньше минуты. А молчание Путина в этой ситуации что означает? Все-таки единая Россия. Путина вообще к партии не имеет отношения. Он говорит, ребят, я вам дал… Ну, это сейчас не имеет отношения, правда же? А когда ты имел, серьезно. Ну, что, мы будем по всем прошлым долгам высказываться сейчас. Его как раз вполне устраивает ситуация, при которой Медведев должен. Ну, безусловно, потому что он формально ни при чем. Формально даже был президент Медведев, когда совершились серьезные злоупотребления на выборы в Государственную Думу в декабре 10-го года. Заинтересован ли Путин в том, чтобы, я просто своими словами скажу, чтобы единая Россия просто не стала? Пока нет. Продолжение следует...